Кислород добывали всегда, растения хотя бы в пример привела, и с каждой новой эрой кислород облегчался верно. О 17 только след, о 16 нет, пока нет, новую энергию найдем, ко 15 перейдем. Чем за это поплатимся, может с привычной авиацией расстанемся. Ядерная зима, возможно, уже была, когда ледниковый период наступил, перед этим скачком океана испарил. Энергии сразу много было, потом холода наступили, не то чтобы материки разделялись, просто новые осушались. К тому же и нефть, если так посмотреть, что сейчас атмосферу загрязняет и много ее добывают, отчего новым потеплением грозят и не так легко добывать. Явно происхождение химического, даже микроорганизмов нет в наличии. Практически, чтобы ею питаться, так количество углерода начинает повышаться. И алмазы, и нефть могут только сгореть. Алмазы, даже измельчаясь, такими же посвойствами оставаясь, для живой природы яд. И нефть тоже не едят, если хоть чуть попадает, выкидыш у самки вызывает. Нефть можно везде добывать, только дольше бурить, копать, главное долго не возить, по морям, океанам с ней не плыть. Утверждение нефть органическая и появилась, от того, что земля ужасающе загрязнилась. Может, нефти даже ранее не было, скажем, просто когда земля охлаждается, процессы в ее ядре ускоряются, новые вещества появляются.